Внезапные визиты в города и села Одесской области – обычная практика в работе ее руководителя. В понедельник во второй половине рабочего дня глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили приехал в Черноморск. Вместе с мэром города Валерием Хмельнюком губернатор познакомился с ходом работ в Молодолинском общежитии, 25 квартир в котором будут распределены среди участников АТО. Убедившись в высоком качестве строительства, оснащения и отделки помещений, он высоко оценил деятельность местной власти. Дом действительно роскошный для тех целей, для которых он построен, для участников АТО, для тех людей, которые имеют заслуги перед городом. Что я хотел сказать, что мы хотели сюда привезти президента, но лучше было нам сначала докончить, чтобы он был по журе, чтобы не было, как обычно, знаете, в Атемкинской деревне. Показали, там, показали без ремонта, показали одну-две комнаты отремонтированы, а все остальное пока чтобы они делали. Я думаю, что ваш мэр правильно рассудил, что давайте все закончим до конца, чтобы не было изъянов, и президент еще раз приедет. Руководитель самой большой области Украины отметил, что Черноморск в отношении развития социальной инфраструктуры может служить хорошим примером для подражания. Почему ни в одном другом городе этого нет? Это действительно для меня вопрос. Потому что почему в Одессе нет ни одного такого стадиона школьного, ни одного такого ухоженного асфальтового поля вокруг? Почему не строятся такие котельные? И это вопрос риторический, мы понимаем почему. Но мне очень жалко, что это так происходит. Я просто хочу сказать, что, конечно, здесь у людей много проблем тоже, но контраст очевиден. И я бы хотел, чтобы другие города и другие населенные пункты тоже переняли этот положительный опыт. Осмотрев весь комплекс социальных объектов, школу, стадион, общежитие, Михаил Саакашвили подчеркнул главные преимущества такого подхода к строительству. Мне нравится, что этот дом не просто этот дом, а весь район получил канализацию, получил подъездные дороги, получил вот эту котельну. То есть получает всю инфраструктуру. Ну почему нет, например, ни одного закрытого пляжа в Черноморске? И почему по всему каждый сезон одни и те же проблемы с пляжей в Одессе? Почему тут есть много общественного пространства и почему постоянно в Одессе общественное пространство прихватывают? Почему тут созданы условия отдельно для молодежи? Я смотрел много интересных вещей, но отдельно для пожилых людей тоже. Тут, видимо, чего-то делать более качественно, чем в других местах. В ходе встречи глава облгосадминистрации высказал свое мнение о работе градоначальника Черноморска, ссылаясь также на слова президента страны. Во-первых, мэр города ваш пользуется, насколько я понимаю, очень хорошей репутацией в Киеве. И на самом деле нам очень приятно, нам очень комфортно работать, мне как руководитель областной администрации. Но и мнение о нем в совершенно разных сферах Киева, там частного президента, я разговаривал, я не сплетел вам рассказывал, самое положительное. И нам бы хотелось, чтобы другие переняли этот положительный опыт. Я не знаю, кто какую информацию распространяет. Это должны быть какие-то местные козни интриги, известных обычных персонажей, которые сами ничего не умеют делать. И хотят максимально принести то, что остальное делать. Еще одним объектом, который посетил губернатор, стал стадион Школьный, которым по праву может гордиться Черноморск. Все прознается в сравнении. Вот здесь есть стадион СКА, который сейчас очень хотят поменять статус. И потом сказать, что мы не можем его содержать, давайте его под дома. И оставить Одессу без последнего такого общедоступного спортивного объекта. Сравните, в каком состоянии тот стадион там или стадион Динамо на французском бульваре. И сравните, как здесь все сделано. Ну что это, разные государства, разные тут системы какие-то. Просто хочу сказать, что это не комплимент Валерию Яковлевичу, потому что он не нуждается, я думаю, в комплиментах. Но просто, если не имеется сердце в правильном месте, тогда не получается. Если ты патриот своего города, если тебе хочется после чего-то себя что-то оставить, чтобы люди вспоминали хорошим словом, даже когда ты закончишь свой срок долго-долго-долго, тогда нужно сохранять и развивать, и делать эту инфраструктуру. Городской голова Черноморска Валерий Хмельнюк подвел итоги встречи с руководителем области. Он достаточно обстоятельно побывал на этом общежитии, заглянул почти в каждую там квартиру, походил, посмотрел, значит, котельную. Значит, конечно, остался очень доволен. Он остался очень доволен тем, что город очень мобилизованно, значит, четко и грамотно отработал по, значит, прошедшему вот этому урагану. В городе нигде не было там брошенных деревьев, листвы и так далее, и тому подобное. Значит, он побывал на школьном стадионе, вот в Малое Деление ему очень понравилось. Ну и, конечно, мы побывали с ним на стадионе межшкольном, здесь у нас в городе. И удивительно совпало, что на этом стадионе в то время занимались, значит, сборной Украины по легкой атлетике, олимпийская сборная. И, конечно, это вот, ну, как бы, хорошая визитная карточка нашего города. Вот, значит, город весь походили, встречались с людьми, там, значит, были определенные, скажем, вопросы задавали, значит, наши горожане, наши губернаторы. Такое, знаете, вот, вхож везде. Вот мы были в Малой Долине, там одна семья, бабушка там живет напротив этого дома. И все время там нам пишут жалобы, что там дом завалился там и так далее. Он не постеснялся, пошел к ней в дом вместе с нами, говорит, пойдемте посмотрим, посмотрели. Долго искали, где там эти трещины. Они не могли, в общем-то, трещины найти. Но, тем не менее, значит, мы окажем определенную там поддержку этой семье, она там, ну, материально, скажем, не очень богатая. Поэтому постараемся, найдем трещины и заштукатурим. Высокая оценка, данная губернатором работе городских властей Черноморска, подтверждает правильный вектор развития нашей территориальной громады. Продолжение следует...